Энтузиасты, разгоняющие по просторам интернета пугалки относительно тотально контролирующего чипирования, явно сплоховали. Мы все, включая их, уже давно сами обзавелись такими чипами, взявши руку смартфоны, зарегистрировавшись в социальных сетях, подписавшись на всевозможные онлайн-сервисы. С этого момента такого понятия, как конфиденциальные сведения, не существует. Мы постоянно экспонируем всю информацию о себе, где бываем, о чем говорим, чем интересуемся, какие сайты посещаем, какие видео смотрим, что где и почем покупаем. Ваш самолет только приземлился в чужой стране, а телефонный провайдер уже поздравляет вас с прибытием туда. Можно подписаться, и навигационный сервис будет присылать вам на почту отчет обо всех ваших перемещениях за месяц. Вы только сказали, что неплохо было бы к обеду купить пельмени, а в ленте Фейсбука у вас уже ждет контекстная реклама от производителей этого продукта. Siri, Alisa, Google и прочие электронные ассистенты постоянно анализируют вашу речь, реагируя на ключевые слова. Не представляя технической сложности и сканирования информации с видеокамеры смартфона, фиксирующие ваши действия и распознающие лица всех, с кем вы имеете дело. Раньше наши мысли цифровые технологии пока еще не фиксируют, но с этим то мы и сами успешно справляемся, сливая все, что приходит нам новым в ТикТок, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук и прочие социальные сети. К номеру вашего мобильного телефона привязана зарплатная карточка и пропуск в спортзал, почтовая доставка и библиотечный абонемент, скидочный аккаунт супермаркета и вход в социальные сети. Практически все онлайн сервисы завязаны на него. И восстанут ли лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения чудеса, чтобы прельстить, если возможно и избранных, явится ли знамение Сына Человеческого на небе, Матфея 24, 24, 30, весть об этом тут же распространится до крови в земле. Но метка зверя тут ни при чем. Неверующего Христа уже осужден, потому что он не уверовал во имя Единородного Сына Божьего, Атеана 3, 18. Тем же, кто истинно во Христе, нечего скрывать и нечего стыдиться. Для них цифровые технологии решат инструмент эффективного распространения славы Божьей средства выполнения его заповедей. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнанно. Что говорю в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. От Мафия, 10 глава, 26-27 стих. На кровлях провозглашалось то, что должно было услышано как можно большим числом людей. И современные технологии позволяют выполнять эту задачу куда эффективнее, чем, полагаясь исключительно, собственные голосовые данные. Мир же интернета мало чем отличается от древней Агоры, где и местные, и пришлые ничем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое Деяние 17.21. Как же нам, вслед за апостолом, нести благовесть именно туда, куда люди приходят за новостями. Пока мы не поймем, насколько абсурдно нести вечную весть воссеяния людям 21 века, рассказывая им о проблемах 20 века на языке понятия 19 века, церковь будет восприниматься миром как анахронизм, а информационные технологии будут служить ей угрозой. На самом же деле, церковь должна быть угрозой миру, ибо она столб и утверждение истины. 1 Тимофею 3.15. И врата ада не одолеют ее. Матфея 16.18. Вне сферы греха все сотворенное Богом хорошо весьма. Бытие 3.31. Ни пища, ни питье, ни секс, ни власть, ни деньги не являются благословением или проклятием сами по себе. Они становятся таковыми в зависимости от того, используем ли мы их в соответствии с волей Божьей или же вопреки ей. Это касается и чипа в вашем смартфоне. От повязки у нас над глазами зависит, служит он меткой зверя или же орудием правды. Субтитры создавал DimaTorzok